Всем привет, с вами CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Три самых серьезных обвинения в иске SEC против Binance. Почему бывшие руководители Binance в США играют ключевую роль в судебном процессе SEC? Своим иском против Binance SEC приостанавливает работу бирж в США, чтобы исключить из списка Cardano, Solana и Polygon. Но в своем иске к Binance SEC не упоминает XRP в качестве ценной бумаги. Это ошибка или непоследовательность в действиях? А следом и Coinbase попадает под судебный иск от SEC за нарушение правил по работе с ценными бумагами. На фоне разгорающегося конфликта между Binance и SEC США умные деньги скупают криптовалюту. Хакер, взломавший кошелек Atomic Wallet, направляет украденную криптовалюту на корейский миксер. И в завершении выпуска макроаналитика по рынку от Джорджа Танга, в которой мы услышим много позитивного. Оставайтесь с нами. Итак, три самые серьезные обвинения в иске SEC против Binance. В понедельник комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула ряд обвинений против Binance, что стало одним из самых значительных принудительных действий агентства против криптоиндустрии в истории. Но что такого Binance сделала? Как считает SEC, среди незаконных предложений ценных бумаг были схемы получения дохода BNB Vault, Simple Earn, а также собственный токен платформы BNB и ее стейблкоин BUSD. Кстати, BNB в настоящее время является четвертой крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации, и Binance удерживает значительную часть ее общего предложения. Помимо этого, SEC утверждает, что Binance также перемещала и смешивала активы клиентов способами, которые не были бы доступны регулируемым фирмам. Также агентство сообщило, что и Binance, и Binance.US объединила активы пользователей на миллиарды долларов с обеих платформ в рамках организации под названием Merit Peak Limited, которая контролируется как Binance, так и ее генеральным директором Champion Zhao. В дальнейшем эти активы передавались третьим лицам, аналогично тому, что делал бывший глава FTX Сэм Бэнкман Фрид на своей ныне обанкротившейся бирже. Но основными и самыми тяжелыми обвинениями SEC является то, что Binance и Champion Zhao осуществляли контроль над Binance.US и ее активами, несмотря на имеющуюся оговорку о независимости от американской организации. Также SEC обвинила Binance в том, что она тайно продолжает обслуживать своих самых ценных клиентов из США на своей международной бирже, как ранее утверждала комиссия по торговле товарами и фьючерсами в марте. И, наконец, SEC заявила, что контролируемая Champion Zhao организация под названием Sigma Chain занимается фиктивной торговлей на Binance.US, чтобы завысить объемы торгов и оценку определенных активов на этой платформе. Это стало возможным из-за того, что организация не применяла, цитата, наблюдения и манипулятивные средства контроля для торговли, которые компания обещала своим инвесторам. В качестве наказания за свои нарушения SEC стремится полностью запретить Binance заниматься торговлей ценными бумагами и криптовалютой и выплатить штрафы за неисполнение своих обязательств. В своем публичном ответном письме Binance обвинила SEC в том, что она не отдает приоритет инвесторам, а вместо этого пытается получить в кавычках юрисдикционную основу и приоритет в надзоре за криптовалютой по отношению к другим регуляторам. Бывшие руководители Binance US играют ключевую роль в судебном процессе SEC и играют против Binance. SEC опубликовала 136-страничное заявление с ссылкой на показания генерального директора BAMA и генерального директора BMAB, которыми, по всей видимости, являются Кэтрин Колли и Брайан Брукс, бывшие руководители Binance US. И эти бывшие руководители дают показания против Binance US. Колли, бывший исполнительный директор Морган Стэнли и глава отдела институциональной ликвидности в Ripple Labs, и Брукс, бывший глава юридического отдела Coinbase и исполняющий обязанности главы управления финансового контролера. Заявление SEC основано на их показаниях, подтверждающих обвинения в фальсификации объемов торгов, фиктивной торговле, смешивании средств и отсутствия разделения между Binance US и ее материнской компанией. В заявлении SEC также показано, что BAM Trading, организация, стоящая за Binance US, была создана в рамках плана по уклонению от судебного контроля в США. Генеральный директор Binance Чампинджао нанял Колли и поставил ее в качестве генерального директора, сохраняя при этом контроль над торговыми данными BAM Trading. Сотрудники Binance также имели право подписи на банковских счетах Binance US, что позволяло Чампинджао и Binance переводить средства без ведома BAM Trading или Колли. При этом обвинения SEC возрастают. Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила Binance и Binance US в том, что они действуют как биржа, клиринговое агентство и брокер-дилер по ценным бумагам криптоактивов без надлежащей регистрации. Многочисленные активы, в том числе токен Binance BNB и Stablecoin BUSD, были обозначены как незарегистрированные ценные бумаги. Биржа Binance, генеральный директор Чампинджао, BAM Trading и BAM Management столкнулись с 13 пунктами обвинения в федеральном суде. Binance заявила, что сотрудничала с расследованием SEC и участвовала в переговорах по урегулированию. Но вместо этого SEC предпочла судебное разбирательство. Иск SEC против Binance внуждает американские биржи проводить делистинг таких токенов, как Cardano, Solana и Polygon. В 2023 финансовые регуляторы США активировали усилия по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала принудительные действия против таких бирж, как Gemini, Genesis, Kraken, Bixi, Bittrex и совсем недавно против Binance. И все это только лишь за первую половину года. Но случай с Binance выделяется по нескольким причинам. В своем заявлении, поданном в понедельник 5 июня, SEC перечисляет 10 криптоактивов, которые она считает незарегистрированными ценными бумагами. В этот список входят токены BNB, Binance USD, Solana, Cardano, Polygon, Cosmos, The Sandbox, Decentraland, Axie Infinity и Koti. Включая два токена, принадлежащих Binance, большинство этих активов являются ведущими криптовалютами по рыночной капитализации, широко поддерживаемыми несколькими криптобиржами в США, такими как Coinbase и Kraken. Например, рынок на бирже Coinbase пары ADA-USD является вторым по величине для Cardano. Решение SEC классифицировать эти активы как незарегистрированные ценные бумаги оказывает заметное давление на эти биржи, вынуждая компании либо произвести их делистинг, либо рисковать применением принудительных мер. Стоит заметить, что большинство бирж в США прекратили поддержку XRP в 2021 году под тем же причинам. После дела SEC против Binance компании снова будут вынуждены решать, следует ли отдавать предпочтение соблюдению требований, а не объемам торгов, и наоборот. Но в судебной заворухе SEC против Binance есть один очень важный момент. Комиссия по ценным бумагам и биржам не упомянула XRP как ценную бумагу. В своем жестком шаге, вынудившем крипторынке упасть, 5 июня SEC подала судебный иск к Binance, содержащий 13 пунктов обвинений, один из которых якобы связан с торговлей незарегистрированными ценными бумагами. В списке токенов, о которых идет речь, есть такие как Cardano, Polygon и BNB. Но в этом списке нет нативной монеты платежной компании Ripple, токена XRP Ledger, на основе которой компания предлагает свои флагманские продукты. Обе компании, SEC и Ripple, вовлечены в судебную тяжбу с конца 2020 года, когда регулятор обвинил платежную систему в якобы продаже незарегистрированной ценной бумаги XRP. Так является ли XRP ценной бумагой или нет? Не включение SEC в свой список токена XRP может стать огромным стимулом для него и его экосистемы в ближайшие дни и недели. Это особенно важно с учетом продолжающегося судебного дела между двумя компаниями. И на фоне всего происходящего сторонники Ripple сохраняют оптимизм, несмотря на имеющееся обвинение со стороны SEC. В продолжающемся деле в последние недели принято решение, которое вселяет оптимизм сторонникам XRP. Председательствующий судья отклонил ходатайство SEC о закрытии документов Хинмана. И хотя комиссия по ценным бумагам и биржам яростно выступала за то, чтобы эти документы оставались конфиденциальными, утверждая, что они носили совещательный и конфиденциальный характер, судья заявил, что общественность имеет право знать, поскольку они имеют отношение к делу. Эти документы имеют решающее значение в данном случае, поскольку в них подробно описывается внутреннее сообщение SEC о том, как они классифицировали XRP как ценную бумагу. Но только Binance SEC мало, и она подает иск к Coinbase за нарушение правил работы с ценными бумагами в США. В иске утверждается, что Coinbase никогда не регистрировалась в качестве брокера Национальной биржи ценных бумаг или клирингового агентства, уклоняясь от схемы раскрытия информации для рынков ценных бумаг. SEC также утверждает, что несколько токенов, предлагаемых криптобиржей, в том числе Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, TheSandbox, Axie Infinity, Chills, Flow, Internet Computer, Near, Voyager Token, Dash и Nexo, являются ценными бумагами. В иске также утверждается, что Coinbase работала как незарегистрированный брокер ценных бумаг с 2019 года, почти за два года до своего первичного публичного предложения в апреле 2021. Coinbase уже ведет битву за стейкинг SEC, утверждая, что ее продукты для стейкинга не квалифицируются как ценные бумаги, несмотря на то, что Kraken ранее заключила соглашение с SEC и свернула свои услуги по стейкингу в Соединенных Штатах. Иск SEC против Coinbase подан всего лишь на следующий день после того, как регулятор ценных бумаг подал в суд на Binance. Генеральный директор Binance Champion Zhao отреагировал на иск к Coinbase, уколов SEC следующим твитом. «Если ты вынужден драться со всеми, так может быть проблема в тебе». Пол Гревел, главный юрист-консульт Coinbase, сказал, что зависимость SEC от правоприменительного подхода без четких правил для индустрии цифровых активов наносит ущерб экономической конкурентноспособности Америки. Многие в крипто-сообществе задались вопросом, а как Coinbase было разрешено стать публичной компанией в 2021-м, если она работала как незарегистрированный брокер ценных бумаг? Умные деньги. Мы много раз это слышали, но что они сейчас делают? А они покупают. И на фоне того, как SEC начинает борьбу с Binance, некоторые инвесторы воспользовались этой возможностью, чтобы купить на падение и даже поддержать гиганта криптоиндустрии. Согласно данным Etherscan, институциональная платформа для торговли криптовалютой FalconX получила 37 миллионов долларов США от Circle и разместила 29,5 из них на Binance. И по мере того, как SEC США подала иск против Binance в понедельник, цены на ведущие криптовалюты значительно упали. Но некоторые умные деньги восприняли это как возможность купить это падение. Данные Etherscan показывают, что специализированная компания по торговле криптовалютой и маркетмейкер Camperland вывела 67,9 миллиона долларов США из Circle и внесла 67,1 миллиона долларов из этих стейблкоинов в Coinbase. А что там киты? А они покупают дно. Инвестиционная блокчейн-компания FBG Capital завела 44 миллиона долларов США на Binance после того, как на нее подала иск SEC. Другие крупные криптоперсоны поддержали Binance на фоне судебного иска от SEC. Соучредитель BitMEX Артур Хейс в своем твиттере заявил, что рынок падает из-за некого SNS, связанного с Binance, и высказал позитивный сценарий на будущее. Генеральный директор Binance Champion Zhao опросил своих подписчиков, задав им простой вопрос. Кто лучше защищает инвесторов, Binance или SEC? Большинство его подписчиков кликнули на Binance. Крупнейшая в мире по объему торгов криптобиржа в настоящий момент находится под следствием со стороны различных регулирующих органов США, включая CFTC, SEC, IRS и даже Министерство юстиции. Но вот что интересно. На момент подготовки этой новости цена биткоин уже вернулась на отметку 27 тысяч, что даже выше уровня цены, с которого она упала после объявления об иски SEC к Binance. Согласно информации компании Elliptic, деньги, похищенные с кошелька Atomic Wallet, были направлены на корейский миксер, принадлежащий известный Lazarus Group. Со 2 июня у пользователей централизованного кошелька было похищено криптоактивов на сумму почти 35 миллионов долларов. По данным следственной группы Elliptic, украденные средства обменивались на биткоины, а затем отмывались через Sinbad.io. Миксер Sinbad.io использовался для отмывания более 100 миллионов долларов, полученных от эксплойтов, совершенных северокорейской Lazarus Group. Сюда входят активы, полученные в результате взлома Axie Infinity на более чем 540 миллионов долларов, а также атаки Horizon Bridge стоимостью 100 миллионов долларов. Atomic Wallet ранее подтверждал проведение расследований в области безопасности, а также отслеживание движения средств. Однако, если принять во внимание выводы Elliptic, то маловероятно, что поставщик услуг кошелька сможет помешать злоумышленникам обменять средства. Да и вообще, утверждения звучат противоречиво. В заявлении, сделанном ранее на этой неделе, Atomic Wallet сообщил, что эксплойт затронул менее 1% его ежемесячных активных пользователей, но сообщество оспорило эти утверждения. В то время как несколько пользователей сообщили о потере токенов и удалении данных транзакций, другие сетовали на то, что все их криптопортфели были опустошены. Данный сервис характеризует себя как тип холодного кошелька, в котором все пароли и данные хранятся на устройстве пользователя, а не на сервере. Такая система снижает риски, связанные с хранением или возможностью потери средств через централизованные сервисы. Тем не менее, последний взлом подчеркивает сложность уязвимости безопасности, связанных с хранением средств на кошельках холодного типа. Atomic Wallet сообщил, что объединился с крупнейшими биржами и аналитиками блокчейна для отслеживания и блокировки украденных средств, но не уточнил, были ли задействованы правоохранительные органы. Платформа также не смогла определить основную причину взлома. Более того, детали по плану компенсаций пока не сообщаются. На самом деле, это ужасная новость. Если вы пользуетесь кошельком Atomic, немедленно выводите средства на другие кошельки. И завершает наш выпуск не только макроаналитика от Джорджа Танга, но и важное рассуждение на тему, которая непосредственно коснется каждого из нас с вами. Более того, возможно, она объясняет мотивы поведения Гэри Генслера. Давайте послушаем. И связано все это с цифровыми валютами центробанков. Давайте послушаем. США и многие другие страны по всему миру хотят свою собственную CBDC, цифровую валюту центрального банка. Они стремятся заместить фиат цифровым эквивалентом. И с помощью его они смогут отследить вас и все ваши траты. Все места, куда вы отправляете деньги. Повсеместно. Потому что это будет в открытой бухгалтерской книге. То есть они берут одну из лучших частей блокчейна и используют против вас. Вот что они хотят сделать. И, конечно же, они собираются сотрудничать с крупнейшими банками мира, такими как Дж.П. Морган. Так. И, возможно, это причина, по которой Гэри Генслер делает то, что он делает. И почему все эти регуляторы делают то, что они делают, закручивая гайки крипто, так как они пытаются защитить сами себя. Ну, также защищая банки и, конечно же, защищая центра банки. Потому что сейчас им очень-очень хреново по всему миру. Я знаю, что многие друзья из вас скажут, что для меня никакого CBDC. А вы уверены насчет этого? Они вас заставят. У вас в будущем не будет выбора. Как только они избавятся от бумажных денег, они скажут, хей, ты за все должен платить через наше финансовое приложение. А может быть, через государственный кошелек. И у вас не будет выбора. Это произойдет. У них это по плану. Но только если все мы не будем с этим бороться. И это как раз и есть причина, почему есть крипто. Почему многие из нас находятся в крипто. Да, друзья, все эти иски, преследования бирж, не добавляют позитива, это не очень хорошо. Но, как я и говорил уже, несмотря на все эти пугающие заявления, которые звучат реально устрашающе, не забывайте, что крипто это не только вещи, связанные с США. Это тема мировая и в этом ее прелесть. Красота децентрализованности. И в том, что нет никакого контролирующего органа или даже страны, которая контролирует это. Так что даже если США полностью закроет доступ ко всему крипто, то, знаете что? Есть еще несколько сот других стран за пределами США, которые продолжат функционировать с крипто. И это очень хорошо. Держите это в голове, что крипто это не только то, что находится в США. Смотрите на более крупную картину. В масштабе мира вы не можете запретить крипто. Вы просто не можете. И, как я уже говорил в самом начале, даже несмотря на то, что все выглядит довольно печально и грустно, и этот большой красный спад, который выглядит на четырехчасовике, очень большим и ужасным. Но, знаете что? Начал грустить. Пришло время укрупнить. И даже несмотря на то, что все выглядит так плохо, очень-очень плохо. Сегодня все выглядит очень плохо. Так? Но, помните, несколько месяцев назад биткоин упал ниже 20 тысяч. Но мы по-прежнему в пяти тысячах над этим. От данной точки. И, если вы вдруг подумали, что у нас такого еще не было, а все выглядит очень-очень плохо, просто не забывайте. Сделайте вдох, передохните, и просто подумайте, окей, мы видели это ранее. И это лишь откат. Это неплохо, никому не нравится Герри, но это всего лишь откат. И мы его преодолеем. Мы это всегда делали. И как только мы это сделаем, светлые дни настанут. Не сдавайтесь. Смотрите на крипто более широко. Не оставляйте вашу финансовую свободу и крупное богатство. И, конечно же, никогда не сдавайтесь перед такими тиранами, как Гэри Генслер, который пытается вам все испортить. Редактор субтитров А.Семкин